Давайте сейчас я додвинусь дальше, мы постараемся на том, что я буду действительно Копенгагенскую школу интерпретировать, мы на нем перейдем к следующему нашему планету. Ну давайте, это значит, работка в 1927 году, сразу же после написания уравнения Шреддингера, про который я вам расскажу, и она имеет отношение к интерпретации квантовой механики Дэвидом Бомом, вы будете смеяться, опять наш любимый Бом, как всегда, везде Бом. Это тот самый, который Аронова Бома, и который друг у наших кислотных ребят, Тимотелли, и Уилсон, как они там, пробовал, ставил, писал, и ставил всевозможные эксперты, связанные с ним. Вот такая вот эта штука. Значит, поехали, писать уравнение Шреддингера. Плюс М квадрат Х квадрат Фи минус В Фи равно нулю. Так, два еще, да? Видно, что это из-под блата? Очень мало. Очень мало. Ну, не важно, есть уровень Ежиенга, это понятно, но, в общем-то, стандартный. Не, он какой-то там... Его решением является волновая функция. Давайте его лучше напишем. Писать лучше. Он не просто Шреддингер, а как это называется, представление-то? Нестанциональный, а он не Шреддингер. А, нестанциональный. Вот, перечернутая постоянная планка. Лучше видно? Да. А? Да, видно все нормально. Вот. Теперь, в этом самом деле, я буду выполнять некую замену. Замена будет выглядеть таким образом, что я, грубо говоря, заменю вот нашу волновую функцию Фи на замену вот такого типа. Корень из О, Е, Экспонента, И, С, Н, Аж пополам. Где у нас... О! Вот такая штука. Видно, как я заменил? То есть, вот так ее разбиваю. О! Это плотность у нас какая-нибудь, да? Плотность. Поскольку я уже писал, что такое волновая функция, как бы. С, Н, 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 Параметр, И, С, Н, Н, Параметр. То есть, я пытаюсь одно простое линейное уравнение свести двум нелинейным. Такую вот задачу я попытаюсь решать. Оно разваливается следующим образом на две части. Тем, что комплексную часть, типа того, что эту самую... Ну, подставляем, и сразу можешь результат писать. Да, и буду записать результат. Зеленый был виден? Да. Ну, давайте я напишу его тогда вот таким образом. ДТ, хотя я помню, конечно, известно. ДТ плюс ОВ равно нулю. Так. И самое главное уравнение. М ДВ по ДТ минус... Оп. Значит, смотрите, сейчас постас придет, я это дело постираю немножко. Значит... А, равно нулю, да. Посмотрите, пожалуйста, вот на это нижнее уравнение. Если на него посмотрите, что это обычный второй законный метод. Да? А если вот на это первое уравнение посмотрите, то убедитесь, что это ничто иное уравнение неразвитности в мегритерной минусской жизни. Стас, смотри, что я сделал, да? Записал уравнение Шеренгера. Да. Потом для него сделал такую постановку. Потом взял ввел параметр скорости, так называемый. Который будет просто градиент раз на н, да? Вот так. Поэтому и переписал из этого уравнения, как бы, из Шеренгера сделал два нелинейных. Из одного линейного сделал два нелинейных уравнения. А вот они зеленые уравнение. У, это что такое? Ку, это некая новая величина, которую я сейчас напишу. Если мы про это запомним, я на верху напишу, что такое Ку. Ку, так называемый квантовый потенциал. В нем-то весь иссок есть. Если у это был обычный потенциал, то Ку это у нас некий квантовый потенциал, который вот так, наверное, надо записать. Вот, минус h на 2, так, квадрат, фи на фи. И фи это по модулу. То есть, вы смотрите, как у нас возникло. Что здесь, в нем особенность в этой штуке? Что он существенным образом нелокален. Он у нас существенным образом нелокален, этот потенциал. Если ум, это, грубо говоря, потенциал, в точке, в которой ты поместил частицу, то в этой точке есть потенциал У, и на него начинает действовать какая-то сила, да? То вот этот самый, он потенциал квантовый, он хитрее устроен. Ну, как его настолько, насколько он хитрее устроен? Да он совсем хитрее устроен. Ну, в частности, придавьте себе... А, да, забыл сказать. Это то же самое, что говорил Булатку 10 минутами назад. Вот посмотрите, что у нас получилось. Вот это уравнение неразрывности некой жидкости. Один в одному. А это второй закон Ньютона. То есть, уравнение гидродинамики Эйлера, это то же самое, что если бы какая-то капля, капля, частица, ее уравнение движения дает центромасс. Центромасс капли, как бы, у нас получается, что описывается просто вторым законом Ньютона. Если бы не было этого ненавистного квантового потенциала, то это был бы просто обычный второй закон Ньютона. Ничего. То есть, у нас вся квантовая механика, таким образом уравнение Шриденгера, свелось к обычному уравнению две электродинамики. Ну, фактически, да. То есть, у нас есть некая жидкость есть, у нас есть некая жидкость, и в ней есть возбуждения некоторые элементарные, которые представляют из себя капли какие-то. То ли эта капля вращается, я вот не знаю, я не могу правильно это предоставить, то ли капля вращается, то ли это что-то, там, колебание какое-то происходит. Но ты ее возбудил, и это из твоей частицы. Но когда у тебя возникает вот этот нелокальный квантовый потенциал, ну, вот у тебя оказывается, что он у тебя, будешь вычислять, скажем, для простой задачи электрон, движущийся в отвору протона, да? Да, из-за S. Ну, кстати говоря, это же фактически та подстановка, которую я сделал, это же, ну, как сказать, если бы убрать корень Ро, то это будет квазиклассическая синтетика просто. Ну, вот она такая, да. Но она, я хочу сказать, что эта система уравнения, он не Шриденгер полностью аналогична. Она дает те же самые эти вещи. Но она у тебя движется вот в поле квантового потенциала. Тогда вспомним нашу знаменитую щель 2. Получается, что теперь эта самая капля идет через одну щель. Но поскольку ее влияние через квантовый потенциал сказывается, то она после этой щели, да, после этой щели, не может выходить, грубо говоря, она будет создавать картину генетично-интрансперционную, хотя через одну щель прошла. То есть у тебя весь фокус, он у тебя, состоит в квантовом потенциале. То есть ты поползает, когда она через одну щель, то через квантовый твой потенциал видит другую щель. То есть в этом смысле, в принципе, его нелокальности получается. Да? И вот эти картинки вот здесь, когда ты их посмотришь в этой книжке, они как бы даны, Еще важный потенциал для всех. Частиц, которые последовательно двигаются. И поэтому все частицы ведут себя как бы в одном поле. Ну, у тебя достаточно одной частицы. В одном потенциале. Одной частицы. Важно, что у тебя частица пролезает сквозь одну щель, но из-за квантового потенциала, нелокального, она видит вторую щель. Если закроешь вторую щель, то поведение первой частицы должен у тебя тут же измениться. Поскольку у тебя изменится квантовый потенциал. Частица-то одна, но то, что... Ну, в буквальном смысле одна частица не можешь картину интерферационную показать? Она не интерферационную картину подает. Она подает свою картину идентично интерферационной. То есть то, что она интерферационная, то же... Да, она получает... То есть я все равно считаю, что одна частица дает картину. Одна частица, да, но эта картина не интерферационная. Это картина, которая идентично интерферационной. Она похожа, ее можно интерпретировать как интерферационная. Но ты интерферационная. Это связано с тем, что у тебя вот этот потенциал локальный, он имеет вид гребенки, понимаешь? Раз он имеет вид гребенки, то у тебя эта частица, она может в одну точку попасть с большей вероятностью, чем в другую точку, и она тебе нарисует картинку, вот эту похожую на гребенку, интерференции, то есть квантового потенциала. Вот в чем прикол, понимаете? То есть у тебя получается, что центр масс движется по некоторому второму закону Ньютона, имея траекторию, имея все положения, как ему через него все проходящие, но при этом он полностью идентичен и полностью дает те же данные, что и у его мнения Шелиндера, что обычно квантовая механика. То есть у тебя возникает некая интерпретация квантовой механики, через видение новой штуки квантового потенциала, которая квантовой механики абсолютно идентична обычной копенгагенской интерпретации, но которая по сути копенгагенской интерпретации вовсе не принадлежит. То есть у тебя есть некоторая жидкость, квази-жидкость или поле, я не знаю как. В нем есть некоторые элементарные возмущения. Эти элементарные возмущения, вот эти самые, их центр масс движется не только в потенциале, но еще и в квантовом потенциале. Просто если есть какая-то другая интерпретация тех уравнений, которые я написал, я буду с тобой с ним тоже послушать. Хорошо. Но очень важно понимать, что здесь ничего нового не сделано. Здесь просто выполнена, грубо говоря, одна простая постановка в результате простой уравнений Шеренгера, одно линейное, преобразована к двум не линейным. Просто второе уравнение его можно записать таким образом, что оно будет очень похоже на второй закон Ньютона. А если аж мы устремим к нулю, то сделаем переход к классике, то у нас квантовый потенциал забросится. Еще хочу на ваше внимание, обратить внимание, что здесь, что у вас квантовый потенциал, что самое поразительное, он у нас не уменьшается с расстоянием. Вот посмотрите. Две взаимодействуют частицы, одна на другую, и он уменьшается с расстоянием совершенно. То есть ты две микроскопические частицы на большом состоянии поддела, действуешь, они будут между другом, по-прежнему связаны некоторым взаимодействием. Представьте себе еще ситуацию. Вот у вас электронный протон в этой интерпретации в основном состоянии и в возбужденном состоянии находится примерно на одном и том же состоянии, имеет одну и ту же скорость. Представляете? Ну и ногу. Но квантовый потенциал у них разный. Двигаются они по-разному. То есть, представляете, что частицы имеют... Вот где-то, лопастовский детерминизм. Где-то, нет лопастовского детерминизма. Точтицы имеют одну и ту же скорость, одну и ту же координату и движутся в одном общем поле У, локальном. Тем не менее, основное возбужденное состояние для них различается фундаментально по своему поведению. То есть физика опять получила, что физика потенциалов. Да, это очень похоже на просто, глупо говоря, классическая физика. Просто вот у нее вот такой экзотический облик появился. Просто она получила, что она не локальна. Вот разъявил У локально, то есть ты в эту точку пришел, какой-то потенциал есть, такой и действует. А вот там не так. Ты в эту точку пришел, а... Глубо говоря... А все остальные частицы, если как-то между собой там дальше переставились, многосистичные волновые функции, то ты тоже почувствовал. Ну, тут как бы потенциал, это надо же понимать, различился. Если потенциал обычный, я так сказать, является заданной функцией уравнения, то этот потенциал сам зависит от решения, фактически. Да, сам зависит от решения, к сожалению. Ну вот, в общем, вот так. Ну что, давай сделаем перерыв, маленький. Если бы о том, кто-то хочет сказать... Что у нас взгляд решения? Это то, что там в это ксис стоишь, что ли? Ну, ксиль, ну, сюда, в это подослал входит, фактически, решение. За войску моя функция входит. Да, входит, да. Спасибо. 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 Спасибо.